Приветствую, путник! Желаешь вкусить атмосферу постапокалипсиса и попытаться выжить в мире кишащим мутантами? Здесь ты найдешь систему торговли и схронов, продвинутую систему инвентаря и лута. Сможешь вступить в одну из организаций. У нас огромная карта, в которой ты сможешь побродить, попасть на случайные события. По промокоду на экране вы сможете получить уникальный набор. Выживший. Так, ребят. Алло. Хуем по лбу не долю. Я пытаюсь снова побыть оружейником. Собираем людей на ограбление банка. Собираемся у него. Ладно, хорошо. Но я пойду себе квартирку куплю. Надеюсь, в этот раз мне ничего не помешает. Я делал себе каким образом? Я стенку вот так застраивал. Брал вот такую вот стенку. Пододвигал ее, ну, примерно вот. Туда. Здесь я поставлю барную стойку. Вот тут вот я ее поставлю. В том... В том сеансе меня уже ребята спалили, потому что я часто войсом пользовался. Но ничего, тогда тоже поотлетала куча дебилов. Без долгих недомолвок я расскажу, в чем будет суть этого ролика. Да, вы помните, что эту угловую квартиру я занимал и просто ничего там не делал, кроме как стоял и ждал, когда кто-нибудь разобьет стекло и отлетит за нон-РП. За столько роликов вам по-любому уже надоели вот эти расклады, когда я просто стою в квартире и начинает мне кто-то грабить или же ломать стекло, и сразу же этот челик отлетает в бан. В этом ролике я буду реально отыгрывать РП оружейника. Я буду иногда продавать оружие, а иногда закрывать магазин и наблюдать за тем, что происходит за моими окнами. А что если тебя начнут рейдить или же обыскивать, хоть ты ничего и не делал? Ну, у меня есть, конечно, катана, у меня есть ковбойка, но ими пользоваться нет никакой надобности, потому что у меня будет умный дом, функциональность которого я доработаю в течение ролика всего лишь одной маленькой, но очень и очень важной детали. А вот здесь мы сделаем более агрессивую колонну. Теперь проверяем, как это будет работать. Ну вот, к примеру. Ух, блядь. Хуёво будет работать. Да, хуёво. Знаете, надо что-то такое прям угловатое сделать. Сделаем угловатое, не сложно. Тогда, ну, будем делать по старинке. Из той дверцы, которая есть. Итак, ребята, попрошу сначала не ругаться на долгие вставки. Я уверен, после просмотра этого ролика вы захотите сами такое что-нибудь провернуть, но, может быть, на этом или же на другом серваке. Что такое умный дом и что он из себя представляет? Глазами бандита, который решил вас внезапно зарейдить, просто так ограбить или же разломать ваши какие-то пропы или же окна, это будет выглядеть как обычная РП-застройка. Ну, в моём случае чел проходит, видит, ну, вроде бы комната большая, но он немножко урезал квадратуру, сделал небольшое помещение, поставил туда пропы, барную стойку и так далее. Далее, путём трудного вычислительного процесса, бандит в силу своей необразованности видит у вас кейпад и начинает сразу думать, что вы по-любому скрываете там маники. Ну, хотя по факту, что, блядь, ещё скрывать на Дарк РП? Затем бандит принимает незамедлительное решение залететь к вам через окно или же взломать дверь, и если взломает дверь, то это вам же будет на руку. Затем срабатывает система умного дома, о которой сегодня и пойдёт речь. Дело в том, что одна из частей умного дома, которую я у вас сейчас на экранах проектирую, строю, а потом позднее и крашу, она как раз будет заминирована слэмками целиком и полностью. В законченном варианте это всё выглядит как окрашенный в один цвет или же материал короб, который не просматривается насквозь. Да, в него можно влететь, и это сделает какой-нибудь администратор, который по совместительству работает с тем самым кейпадом, на который купился наш микробандит или же полицейский. Тут навязывается вполне себе резонный вопрос. Ну вот, например, тебя будут грабить, ставить лицом к стене или же связывать руки. Что ты будешь делать в таком случае? Как ты будешь активировать кейпад и так далее? Слэш ми вошёл в чат. В кое-то веке от него есть нормальная такая польза, кроме как посмотреть в сумку, или же, не знаю, показать документы, или же отыграть лицензию. Через слэш ми мы можем запустить режим умного дома под названием охрана. Красивенько это оформить и вписывать в тот момент, когда мы уже заложили, к примеру, слэмки в нашу постройку. Вместе с этой взрывной колонной будет работать также камера с распознаванием лиц. Вы можете заспавнить, взять камеру из Q-меню просто в виде пропа, или же поставить настоящую камеру, чтобы от неё было куда больше пользы, кроме того, как, ну, распознавать, кого можно взрывать, а кого нет. Обязательно подберите подходящее место для камеры, просто куда-нибудь в угол её ткнуть объективом не пойдёт. Камера должна смотреть на лицо человека, который только-только заходит к вам домой. Это будет считаться как хорошее такое объяснение в случае жалобы на вас. Далее мы снова обращаемся к составляющей Dark RP, а именно через слэш ми мы прописываем активацию распознавания лиц. Вуаля, ваш умный дом готов, и теперь мне пора рассказать о том, что нужно делать в случае какого-то рейда. Поскольку в слэш ми вы отыграли режим вот этого вот охрана, значит вам нужно будет делать только те действия, которые как раз будут считаться как самооборона, или же охрана себя и своей собственности. То есть вам нужно очень тщательно выбирать того, кого можно взрывать, а кого реально не стоит. Но если к вам какой-нибудь зашёл бомж, покидал ваше, не знаю, заведение или же дом просто говна немножко, его взрывать не стоит, это будет фрекил. А если забежит таких несколько бомжей, то ну как бы сразу RDM, и вы никакой охраны, никаким другим режимом не отделаетесь. Вы будете в этом виноваты. Ну а если речь идёт о тех микробандитах, которых вы у меня часто в ролике встречаете, ну та же модель поведения, достал оружие, начал угрожать, стрелять и так далее, грабить, ну всё тому подобное. Вы можете смело взрывать его, потом если вас степнут на жалобу, вы просто объясняете то, что вот стоит умный дом, я сделал через ми такой-то, такой-то режим, распознавание лиц и так далее. Вот тут я уже закладываю слэмки, и я допускаю свою первую ошибку. Сейчас объясню какую. Дело в том, что когда ты закладываешь слэмку на какую-то поверхность, то у слэмок в этот момент появляется датчик движения в виде лазера. Если этот датчик движения тронуть чем-либо, или же укоротить, или же удлинить каким-то пропом, или же человеком, который прошёл мимо него, то слэмка сразу же срабатывает. Ну и вместе с ней все остальные слэмки тоже взрываются. Влиять на этот датчик движения мы будем через ФДшки, которые мы поставили на пропы в нашем коробе. В общем, нам нужно ставить слэмки так, чтобы хотя бы один лазер от датчика движения шёл на тот проб, который мы будем убирать с помощью ФД, и тогда всё будет работать. Мне теперь нужно это, как бы, ну, культурно проверить, чтобы никого не зацепило. Сделаю себе перегородку, но в виде вот той же самой заезженной барной стойки. За ней я могу сесть спокойно и укрыться. Должно сработать. Грязная бимба. По идее теперь всё должно сработать. Откроется вот этот вот угол. Вся ударная, короче, сила пойдёт вот сюда в угол, но я буду здесь за укрытием. Пиздец там мочилово, сука. Дверь, блядь, закрыта, ты чё ломишься нахуй? Ебать морда охуевшая, зашёл, как к себе домой, блядь, осмотрелся. Да, он ещё и жалобу на меня подал, он как в адеквате, нет. Иногда админы по незнанию залетают в эту постройку. Пиздец. Пиздец. Здрасте, это оружие бонзин, да? Да. Я споню. Так, ну, а, всё, ордеры есть. Лисом к снегу, все отошли. Лисом к снегу, раз. Лисом к снегу, да. А, кто, хорошо. Лисом к снегу. Нашли кого ковырять, блядь. Оружейника, в бедном районе. Здрасте, хочу купить у тебя оружие. Окей. Какое? Сместе. Ээээээ, хм, две коробки можно? 50. Бэйпнейшя, 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 бэйпнейшя. Спасибо. придурок натуральный 300 а 34 минуты в гетто открылся оружейный магазин а где все бандиты я сука понять не могу а пол сервера паркуристов понимаю и как раз часть из них тех кто будет меня доебывать ну по идее должен росте да пацаны менты на связь моменты на пассе я у вас пейк будет в этом снира в этом сне 2 чего не понял вы ебаный блядь вы че ебанулись нахуй совсем я не хочу вам идти помочь блядь за мной пришли прикольная штука мне нравится вот это вот подлянка смены и грязная бимба блядь не трогай понял но мы оба сдохнем курсы нет сучара блядь упадение с вами все нормально вам помочь да 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 а вы че делаете я вас давай 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 это он тебя связал это он тебя связал нет теперь можно еще и за эфир рп его забанить 60 минут готов нахуй пиздец я ему оружием стою угрожаю он достает теперь если кто-то ко мне зайдет и я смогу через умный дом так скажем въебать любого кто решит меня ограбить или же обидеть открыл магазин оружия магазин оружия магазин оружия открыл магазин оружия о прикольно оооо ты вернулся в гаррис мод охуеть видишь поднимаюсь с нуля меня уже выебало пол сервера слышь че я тебе могу тему рассказать пойдем ко мне в магазин а у тебя есть деньги я бесплатно не работаю я тебе все что угодно дам пошли я тебе покажу прикол я с ней давайте я в 15 лет и троих вытягивал я в 13 лет и троих вытягивал пойдем как мы вернемся у меня половой гигант прозвище было в садике еще все нормально я вытягивал троих вот так вот без проблем короче тему расскажу тут столько дебилов есть тут столько дебилов есть которые норовят постоянно тебя ограбить поэтому нужно держаться вместе не ссыки я если че адекватный но ко мне всегда какие то хуеплеты ко мне всегда какие то хуеплеты заходят и в итоге я прикол один потом покажу садитесь тут главное за барную стойку здесь вас взрывной волной не унесет ты решил заваться нахуй меня пугает да ты не ссы ты сюда зайди и все все сидим так теперь кто первый кто первый что вот ебаться будешь проститутка что мы это я не знаю это своя работа вот давай я делаю тебе предложение я посмотрю мне нравится по-моему я ничего не заработал ахахаха а деньги будут я хочу сделать тебе предложение руки члена ну блин как быстро любовь настала ну так бывает неплохая музыка в 12 ну тогда что то надо про взрыв что было про взрыв ну сейчас подожди гондон какой нибудь придет а вот подожди вроде кто то идет слышь ты че грабить собрался блять меня нет че нет ебать музыку в тайминг блять ебать музыку в тайминг блять мне кажется у нас просто в что ask try дали пафосного вида хааа лаааааа got it ну я че то пока баба ра не получаю за этого магазина цzip я наоборот сука в убыток на три тысячи пошел за тебя ты с тобой оружие спаси девчонок а Benevo без оружия аа понял пизда тебе сука умный дом сяоми блять хааааааorship ну еще что А теперь надо на перестройку. Давай, вытаскивай. Как зовут? Елена. Владимир Вдова. Если что, я Владимир Вдова. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Всего доброго. Давайте взломайте. Взломайте, взломайте, взломайте. Ящик. А, так все, пошли. Лицом стенки, это ограбление. Нет, не чувствую. Ну я только открылся, вы что, ебнулись совсем? У меня сейчас такое чувство, как нет. Самый хуже, у нас нет ограбления. Система умная дома, Сиаломи, здравствуйте. Ты как, все еще хочешь грабить меня, нет? Уже нет. Ну давай, выходи. Давай вместе. Выходи, выходи. Ушли, дебила, не трогайте его больше. И меня тоже не трогайте. Я пошел. Как шоу, не знаю. А вы оружие-то продаете? Не, я пока не продаю, как видишь, меня тут вроде бы грабили. А можно вас связать, пожалуйста? Да, вот, слышишь. Вот, держите, это за то вам. Вот. Ух ты, вот это да. Все, выходь. Опана. Выходь, выходь. Давай все, пойдем, пойдемте. Выходите все. Жаль, что я смогу это провернуть, только имея донатные слэмки на серваке и бесконечные патроны. Убери, ну, что ты сюда это поставил, убери свои фонарики. А, не стало написано, что это закрыто или как? А у вас лицензия на торговле есть? А в законах не прописано вроде бы, что нужна лицензия. Наталогично, что у него нужна лицензия. А вот, теперь я вижу, где это закон. А можно как-то через вас приобрести или же нет? Ну, можем пойти в подсобку, если вы не бродите. А, у меня нет подсобки. Да, я могу закрыть дверь и отойти. Нет, это не двери, они не открывают. Ну, ладно, я вам поверю. Сколько с меня? Десять кайф, ты свободен. Дам 15. Ну, это на будущее. Блядь, ебать, что за Вьетнам? Вот кому тут приспичило, блядь, полетать? Десять тысяч, где? Я в случае чего ему лицо сломаю. Да, обязательно, блядь, сломаешь, обязательно. Блядь, ему надо бедеть. Десять, десять. Ладно, вилки сцены, пошли. Слушай, мне... Питара. Ну, вот, а кто берет, стреляет по свеклу? Да, тут спрашивают, какая... А че ты с оружием зашел, выйди отсюда с оружием. Где там умный дом на охране? Он же попросил. Ижи туда-сюда. Он же попросил выйти тебя, можешь выйти? Выйди отсюда, выйди отсюда, выйди отсюда, выйди отсюда. Выйди отсюда, выйди отсюда, выйди отсюда. Блядь, да убери нахуй оружие у меня в магазине, что ты делаешь? Блядь, блядь, придурок. Друголя, качок, качок, качок у тебя дробовики, не знаешь? Двадцать пять тысяч. Это Эксэмовский, да? Да, да, да. Ну, тогда вот ты его можешь. Как он через окно прошел? Давай. А, я патроны сам куплю, ладно, все, давай, спасибо, удачи. Устаньте лицом к сегодня раз. Кто, я? Да, вы именно. Ахуяли. Ахуяло. Вот сейчас, блядь, кто просил, ну нахуя ты это делаешь? КСТА. Курика уже не заходил после того... Можешь не летать в моей ТТ постройке, которая взрывы провоцирует, пожалуйста, больше. Ты два раза залетаешь уже и взрывается все из-за этого. Окей, ну я так и не понял, что у тебя там стоят эти там сленки? Да, да. Окей, я просто смотрю, у тебя постройка там вроде есть нарушения, вроде нет. Ну, да нет, нарушений нету, все открывается. Ну, пойдем покажем. А что показывать-то? Смотри, у тебя здесь ФД стоит? Я не могу понять, это вход в эту подсобку или что? Нет, это открывается дверца вот эта вот. Окей, спрашиваю, ну давай. И он свингер. Да, 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 да. Сейчас, пару секунд я умный дом доделаю. Телепортируешь там? Да, я тэпность как доделаю. Активирую умный дом. Ку-ку. А, привет, ну что жалобы за возможный РДМ? Нет, не РДМ. Админ залетел в мою постройку и спровоцировал взрыв. Да? Ммм, да, я спец что-то разбирался. Мэс так, то нарушений нету. Прикольно. А что у нас правило целевого взрыва, можно узнать? А тебе какая разница? По еще раз. Ой, ну ты меня подорвал, наверное? Я тебя подорвал, я тебе объяснил ситуацию. Каким образом это все сработало, это уже не твое дело. Чтоб ты знал еще, где у меня что лежит, я тебе не буду говорить. Местер? Да, сейчас ситуация случается, что админы продавают мины. Так, так, так. Мне кажется, Слингер, ты свободен. Угу, спасибо. Я не буду говорить, где у меня что лежит, блять. Нихера себе. Здравствуйте. А продавца нету, я оружие хочу купить. Молчи, молчи. Опа. Можем оружие купить? Этот, кажется, на меня потихоньку взъелся уже. Вы продаетесь? Или не продаетесь? Нет, нет. Но еще нет, ладно. И что с этого? Я уже показывал лицензию. Ну, блять, манить. У сотрудника спросите, которому я показывал лицензию. Имя сотрудника Крипс. Я уже показывал лицензию и все нормально. Можете уйти отсюда, клиентов распугиваете? Ну, блин. Сука, ну вот вам реально больше нечем на серваке заняться. Зачем? А можешь тебе показать, пожалуйста? Я уже показывал всем, кто тут есть. Я не хочу открывать дверь. Отстаньте от меня. Занимайтесь своими делами. Покажите через стекло. Покажите лицензию через стекло, значит. Сейчас не проверка лицензии вообще. Нету факта продажи. Ну, я могу в любое время проверить вашу лицензию. Проверяю только, когда будет факт продажи. Ну... 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 А кто сказал, что я конкретно продаю? Вы же сами сказали, что это лавка ваша. Я сказал просто лавка. Я не сказал, чья это лавка и что это за лавка вообще. Так тут написано, что это оружие на магазине. Да мне-то какая разница, что тут написано. Я тут просто сижу. Ну, раз вы тут сидите, значит, имеете. Ну, а тогда где? Все это время продавиться оружие. Да я ебу, что ли? Если это не ваша лавка. Мне разрешили. Кто здесь что-то. Понятно. Да, блядь, всем боку уже удаебались, блядь. А просто делать нечего больше. А мы просто хотим проверить лицензию. На что лицензию? Ты факт продажи видел какое-нибудь оружие или нет? Я видел оружие. На владение... На владение... На владение... Маленьким предприятием. Не видел. В принципе, все. Все, разговор окончен. Идите по своим делам. Что ты бездишь? Ты, блядь, живой. Живее меня, блядь. На владение... Маленьким предприятием. Правда? А кто сказал, что я владею каким-то маленьким предприятием? Ну, вы же тут находитесь, значит... Возможно... Ну, я тут нахожусь. Может, меня вообще закрыли. Хрен его знает. А может, мне просто дали тут посидеть, поохранять магазин? Ну, если бы вас тут закрыли, вы бы дали листерию звали... Ну, как видишь, меня не закрыли. Значит, второй вариант. Я никому ничего не продаю. Я тут ничем не занимаюсь. Какая разница? Большая разница. Я ничем не занимаюсь, сидя в этом магазине. Значит, я ничего не продаю, значит, бизнес никакой не идет. Вы тут находитесь. Ну, да. Я имею право находиться в каком-либо месте. Ну, кроме тюрьмы, естественно. Ну, за нарушение закона вы тоже можете оказаться в тюрьме. А я ничего не нарушаю, просто сидя в каком-то помещении. И то с разрешением владельца. Так что вы просто откроете дверь, я просто... Я не буду открывать теперь дверь. О! Выстрел пошел. Вон. Посмотри. Может, среагируешь как-нибудь, нет? Вылези нахер, что ты делаешь? Офицер, вы не хотите там делами заняться? Выйди с квартиры. Выйди. Выйди. Ну, ты как, серьезно? На что ты лицензию будешь проверять? О, ебать. На владение оружием. О, на владение бизнесом. Я же вам еще разговариваю. Окей. Вот моя лицензия. Там министед. Нет, я ничего не продаю, пока выйдетесь. Выйдите, в дверь закрыта, ты в окно лезешь, блядь. Выйди нахер. Хватит уж ныть. Ебать, я без сопливых разберусь, что мне делать, а чего нет. Пиздец, вы сами до меня доебались, потом удивляетесь. А когда будете продавать? Мне прям все равно сласит. Когда буду продавать, я объявлю об этом. Да не дергай мне двери, что ты делаешь? Делаешь ты, видимо, достаточно хуёво, если честно. Я не препятствую, я тебя не удерживаю в одной точке минут 20 подряд. То есть, чисто исходя из того, что у меня катана есть. Нет, я не буду тебе открывать. Я не пойму, на что лицензия. Проблема в том, что ты меня уже заебал. Всё, не хочу я тебе ничего не говорить, не отвечать, не говорить с тобой вообще. На бизнес, я не владею никаким бизнесом. Чисто исходя из доводов администраторов, держа в руках катану, я не боюсь ни-че-го. Вообще ничего. То есть, я могу даже убиться спокойно. А это значит, что если я взорву свой умный дом, то я могу попасть под волну взрывную, даже могу отлететь на спавн, но я не буду этого бояться, потому что у меня в руках катана. Логику чувствуете? Я тоже нет. Но она здесь есть. Э, блядь. Э, блядь, ты будешь своим друзьям говорить с подъезда, иди отсюда. Ага, бля, ну у меня... А, у тебя же нет друзей, понимаю. Понимаю. А-а-а. Ну-ка, я сейчас тебя арестую, неадекватное. Вон косо, такие друзья. Сыщи, 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 иди сюда. Себя арестуй за неадекватное поведение. Открывай, я оружие хочу. Не открываю. Бля, нам БПН. Открывай. А то что? Что ты с таким тоном разговариваешь? Не хотите зайти в ножку? А то. А то что? Это я тебе ударю. А то. Что? А то. Что дальше будет? Не трогай его, не трогай. Ребят, разойдитесь. Что ты хочешь от меня? А то. А то что? Третий раз пытаешься сказать. Что ты сделаешь? У тебя сейчас кислотой здесь все. Что кислотой здесь все? У меня кислоты здесь нету. Ты, блядь, видимо, под кислотой. Иди нахуй отсюда. Ты в курсе, что торчки не люди, сука, а? Иди отсюда, не людь мелкий. Фу, торчок. Хоп. Торчок, блядь. Пошел нахуй. Торчебосс, мефедроновая мумия, пошел нахуй. Кислотой он, блядь, зальется, пиздец. Начинаем, начинаем, ребят, начинаем. Блядь. Там мусора, там мусора. Мусора, там мусора. Мужики, мусора. Ебаный в рот. Убиваешь их? Убивай их сразу. А че, может договоримся? Все, начинаем. Заходим. Нет, давайте договоримся. Вот и договорились. Блядь. Это б... Это б... Блядь. Это б... Это б... Блядь. Умный дом сработал, ну отлично. Они даже манник, блядь, не достали. Но я не верю, что на серваке, на любом, на котором я снимаю, больше нечем, блядь, заняться, кроме как стоять над душой у меня, когда я записываю ролик. Вот просто не верю, блядь. Если действительно так и есть. Мы щас выпьем дверь, если не откройте. Да не, я не буду выпивать дверь. Там вот кто это говорит, я тебе выбью зубы нахуй, монтировкой. Зачем? Ты там в стене. У-у-у-у-у! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ца-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ху-е-ей-ей-ей. Умный дом. О, магазин открыт. Магазин... Магазин открыт. Магазин распечатан, блядь. Ха-хахахаха, сука. Тебе, о, умный дом. Режим охрана. Не лети туда! Не лети, не лети, не залетай! Что тут за митинг? Да, ну пиздец. Выйди из магазина, чё ты залез сюда? Понял. Что за мегапон? Вытаскивай меня из наручников, чё такое? Чё ты делаешь? Вытащи из наручников меня, ты понимаешь, что если не вытащишь, это будет пизда? Из наручников вытащи меня, говорю. Я около минуты пытался их уговорить, чтобы они перестали так делать и ушли просто из комнаты этой и пошли по своим делам. Но нет же, одному челику просто вот так стало интересно, что же его так убило и то, что почему же ему так отвечают на жалобе, что он решил меня снова, даже в новой жизни, доставать. Причём, ребят, всё это время, пока я стал связаны, они ждали, знаете чего? Одобрение ордера. Они даже ордер, сука, не выбили. Они просто влетели в квартиру без ордера. Их, кроме наличия погонов, от бандитов не отличает ничего. Изначально умный дом я разрабатывал для того, чтобы противостоять куче бандитов, которые влетают в один момент в квартиру и в этот же один момент они оттуда будут вылетать. Но я не хотел использовать это особо против каких-то госов. Ну, просто против очень конченых. Вот они у вас на экранах. Вытащи из наручников меня, блядь, какого чёрта вы делаете? Вы совсем ёбнулись. Вытащи из наручников, пусть он выйдет. Дебилы. Упаковать как шнурки. Что тут происходит? Пожалуйста. Из наручников выпусти. Ну, у нас есть и что, компромат. Снимаем, ребят, снимаем, давай. Из наручников выпусти меня, что ты делаешь? Эээ, что-то достало оружие, ну, убрал. Снимаем, давайте, снимаем. Что ты делаешь? Ты мне объясни, ты меня в наручнике заковал и просто стоишь. Ну, если что, снимаем, это репортно, чтобы вижу, не успею. Блядь, пизданить его кто-нибудь просто. Это пиздец, он ненормальный. Эээ, кстати, он реально ненормальный, бежит. Эээ, ты чё нахуй? Долбоёба, кусок. Псих ебаный. Пиздец, просто, блядь. Я стою, он подходит, меня заковывает. Красавчик. Спасибо тебе огромное. Я на это закрою глаза тупо потому, что эта ситуация не является РП. Давай, тэпнусь к тебе сейчас. Вот чё теперь он хочет мне предъявить? Я не знаю, просто ты бы к нему. Алло, да. Жалоба опять напрякил, что спутыл подорвал мины. Причина, по которой ты меня подорвал. Ну, жалоба напрякил. Почему ты меня подорвал? А почему вы ко мне в квартиру зашли и начали меня вязать молча? Чё ты сразу микрофон отрубил? Мне сказали, что он был рейд. Какой рейд? Это нормальный. Ордер был? Вы просто залезли в окно, которое выбил какой-то долбоёб. Начали меня вязать. Был бы рейд, вы бы уже повыбивали все ФД, которые есть у меня. Окей, но в принципе у тебя имеется ФДП за то, что ты просто так против трёх агитов. У меня была катана и была ковбойка. Вы просто залетели молча ко мне в квартиру, и я могу это посчитать как проникновение на частную территорию. И могу защищаться. Я повторюсь. Повторюсь. У тебя была катана, ты не достал. У тебя была катана, правильно. Ты её не достал. А что я сделал тогда? Я отыграл всё, то что нужно. Ты против трёх фейбов кидаешь бомбу. Я не кидал бомбу. Да. Смотри, в правах есть такая срочка, то что тебе запрещено каким-либо образом нападать на людей. Поспрощение один к трем и более. А я не нападал, понимаешь? А как, умный дом? Да, ты кидал. Умный дом. Умный дом, да. Давайте по лобам посмотрим. Я, при желании, ты заранее заложил мины, верно? Я поставил дом на охрану. Отыграл активацию умного дома. И теперь, когда кто-то ко мне врывается, умный дом срабатывает. И тех, кто врывается, нету. У тебя лазерные вот эти-то, верно? Ну, типа того, да. У меня в ми отыграно активация умного дома на режим охраны. Можете посмотреть. Я могу скрин сделать, как я это делал. У меня всё абсолютно, считайте, бесконтактно. Я не пойду сам нажимать на мины, чтобы они взорвались. Я это делаю дистанционно. Тем более, это делаю не я даже, не совсем. Ну, тогда в данном случае, по варгеймингу, я не вижу тебя. Чего тоже причина была. Ну, как бы, у меня не было ни одного приказа открыть дверь нормально в этой их жизни. Это первое. Второе, мне какой-то обмудок выбил окно, через которое они решили просто бесцеремонно залезть и начать стоять с тараном возле пропов моих. Непонятно почему. Не было никакого ордера, одобренного или же вызванного ордера. Не было никакого приказа. То есть, они молча залезли ко мне в квартиру, видя то, что я стою просто и танцую. И один из них меня взял, повязал в наручнике. Когда я ему говорил, выпусти меня, что ты делаешь, он, ну, ничего не сделал. А меня развязали. Я, кстати, я даже решил хотя бы им фору дать. Пока я с завязанными руками, я ничего не активировал, так скажем. Но, только мне на секунду развязали руки. Я, оп, умный дом активировал, так скажем, охранный режим. И все. А каким образом тебя вообще волновать не должно? Как все устроено? Чтоб ты еще в следующий раз опять ко мне пришел меня заебывать. После еще одной жалобы, еще раз жалобу накатал. Нет, спасибо. Окей, но, то есть ты согласен с тем, что ты меня ходишь, заебываешь систематически, наплевав на правила этот НЛР, да? У меня нету таблички НЛР, значит. Нету таблички НЛР, но ты все равно исправно приходишь в одно и то же место, зная то, что там сидит один и тот же человек и заебываешь его. Причем я, ну, понимаешь, я сижу просто спокойно у себя дома, и ты мне еще при том говоришь, что я тебя заебал. Я тебя не звал домой. Я не просил тебя просто в окно запрыгиваться своими долбоебыми дружками и меня вязать в наручники. Понимаешь, просто я сижу у себя дома, когда я хочу продавать оружие, я открываю магазин, я запускаю туда всех, кто хочет купить. Я продаю им оружие без всяких проблем. Но когда ко мне врываются бандиты или же полицейские, которые вот просто вот хотят что-то проверить или же зарейдить, непонятно почему. Тупо из-за одного факта того, что я продавец оружия, у меня тут что-то отстроено. Я просто врубаю умный дом. Каждое включение у меня, как бы, сопровождается отыгровкой через ми. По поводу отыгровки через ми, так как ты не был связан, то нарушения в данном случае не вижу. Да, я еще уточню, чтобы не было недомолвок, меня связали, потом кто-то из них образумился буквально на секунду, развязал меня. И я в этот момент успел прожать, так скажем, то, что нужно. И потом уже, и потом, меня снова тут же связали. Ладно, Гуря, у тебя остались какие-то вопросы к нему? Нет, хорошо, я не знаю, я буду с тобой. Лицом сними, лицом сними. Я и так стою, не стоит тебе этого делать. Прям, 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 прилюдик, да? Окей, окей. Где гайф вообще? Прилюдик вообще, ну тут человека... Ну, я встал, чё такое, чё, в чём дело, блядь? И так я встал лицом сними, чё делать дальше? Умный дом работает, охуенно. Мне нравится эта затея, это охуенная штука. Причём они потом подают жалобы, блядь, ты меня взорвал! Сука, а на что ты ещё рассчитывал, когда ты идёшь кого-то грабить, ну пиздец? Должна же быть хоть какая-то логика. Сука, очень простая постройка, но никто нормально не может додуматься. Ну, я думаю, этого хватит с головой. Магазин оружия, криминал сосёт. Ваш магазин где-то прорегло... Что это было? Террорист! Будет теракт в магазине в гид, а причина не понравилась от нашен. Примеры неправильных причин, жажда мести, жажда крови и другое. Нон РП. Террорист, ты по к себе. Привет, ты наигрался, тебя будет нон РП и фрикил. Читай правила перед тем, как брать террориста. Полтора часа бана у тебя. Это теракт. Хорошо, молодец. Дальше чё? Ну окей. Настолько сильно обиделся, у тебя любой теракт должен иметь адекватную причину, которая будет адресована обществу или властям, а не конкретным лицам. Вот. Нон РП. Сука, дебил, блядь. Какой же, господи, сука, смешный. Блядь, спасибо, что вы есть. Я на вас контент делаю такой, что просто охуеть. Можно оружие купить? Нет, не продаю оружие. Да, прям сильно. На! Вот, вот, на тебе в лицо просто. Не справился с заказом. Что ж мне интересно в этот раз заказал, а? Как вы могли заметить, это одна из немногих вставок на протяжении всего ролика. В основном меня заказывали или же просто рейдили, или же пытались связать вот челики, которые имеют личную неприязнь ко мне, которые просто хотят испортить мне запись ролика. Это как раз таки объясняет, почему несколько ситуаций подряд повторяются те же самые лица, которые там участвовали. Потом, через какое-то время, на сервак зашел мой самый главный фанат, которого вы уже встречали в прошлых видео. Он решил не тягаться с умным домом, потому что уже понял, что это бесполезно. Он решил воздействовать на меня через тех, кто ко мне хорошо относится и кто со мной на короткой ноге, так скажем, находится и общается со мной нормально. Сначала эта обезьяна пыталась привлечь к себе внимание, издавая какие-то непонятные звуки. Я сначала сидел, не понимал, думал, чё он там, рожает что ли. Выходи из магазина, давай. Губка, ёбан. Ну не могу, не могу. Давай быстрее. Через окно лезь. Быстрее. Блядь, сука. А луна. Ну поскольку мне больно, я потараблюсь. Через окно вылезай. Я подошел, поговорим с тобой. Я полицию вызываю, не откроешься, ты меня удерживаешь. Я тебя не удерживаю, я тебе говорю, выходи через окно. Вот ты меня удерживаешь, я не хочу раниться. Нет, выходи. Там осколки венши вокруг. Выходи. Криминал сосет, смотрите, оскорбите на надписи, я думаю, вам надо следить. А ты оскорбился, потому что ты сосешь? Понял, ничего. А чё туда оскорбляться? Пропусти мимо глаз. Короче, ребята, я снова активировал умный дом, доработал его, поставил камеру проб, отыграл наличие камеры путем распознавания лиц. Значит, это будет работать у меня так. Если заходит сюда тот человек, который настроен ко мне агрессивно, то по необыкновенному стечению обстоятельств умный дом срабатывает и выносит нахуй всех вперед ногами из этой квартиры. Вообще, стоп, а тот факт того, что он наружу ему угрожал, это как бы вообще не волнует, да? Наружу, значит, мы его проверим. Прямо, он реально отстал. Я не знаю, в каком году, кстати, собирали бабки вообще на помощь, на операцию, вот, легенде. Заней, зачем он? У меня не знают. Я патрулирую. Ну, ты патрулируешь один район и один дом уже минут 20 подряд. Это такая себе работа. Давай гуляй. Что, почему ты патрулируешь? Какая вам разнение? Я говорю, да. Я гуляю. Присоточный вопрос. Все это время стоял. А уже могли бы с удовольствием этого человека. Это будет улучшение оборудования. А вы вообще не будете его подсказать. А они не будут ловить этого человека. ты понимаешь им похеру он тут ходит рядом они меня поскорбили, они меня послушались я тебя вообще не помню еще раз, можете мне сказать я просто не услышал слова глотаете, понимаете я говорю, что ты во время стоял во время того крылья ныребуют я даже не вышел зачем мне кричать сейчас а? а ну что? токсик, токсик не трать время, не трать время на лечение уже на первом канале собирают деньги, не трать время то есть для него каждый кто со мной в нормальных взаимоотношениях это цепной пёс у него ребят схема такая сделать какую-то хуйню на серваке нарушить правила, отлететь за это в бан и потом подать на меня жалобу, мол я его просто так забанил потом уже на жалобе завалить администратора кучей ненужной информации которая просто тянет время и путает администратора но я в этот раз решил особо не тратить время на то чтобы разбираться вот ну с этим чудом юдом ну это нахуй оно мне не нужно а да нет я жду в маске то есть меня оскорбили ты такая ранимая душа или что я здесь 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 не ну вы меня оскорбили правильно делать мне больше нечего что ли не ну я вам что говорю вы не цепляете сучая а вы говорите сучая не в маске вы мне говорите у меня есть всегда оскорблением нет не оскорбление это факт ты в маске ходишь у нас есть участок вы задерживаете не иди не иди не иди не иди не иди арестованы за неподчинение фрикав я предпочел не тратить на этого долбоеба время подавая на него жалобу разбираясь там насчет чего он нарушил правила фрикав и фри арест он чела взял сам спровоцировал на это и за лично не приезжай ко мне алло прогру ну давай я расскажу потому что жалоба я уже прошла как раз чела забанили за фирм ну ладно я щас выйду то есть меня он забанил за нарушение которое якобы он увидел а то что у него было он это не увидел то есть я ему оружием угрожаю он никуда не идет дальше чё он меня забанил за фри арест и фрикав фрикав спросил ну ты тут меня слышишь вообще ну ясно меня замутил спросил у него фри арест и фрикав где в чем он заключался вообще в чем был он докопался до человека который со мной был в хороших отношениях тупо из-за лично неприязни ко мне вывел его на якобы липовое оскорбление хотя в ходе диалога ничего такого обидного сказано не было вот он начал раскручивать это типа вы меня оскорбили это оскорбление сотрудника полиции встаньте лицом к стене теперь вот это вы сейчас сядете в тюрьму и все такое заковал его в наручнике начал ему отсчитывать до 5 достаточно быстро нормально не объяснив причину просто вот заковал доебался до того что там типа ты цепной его пес или что тот ему получается говорит в чем как бы проблема типа неадекватные или нет и после этого он берет ему отсчитывать достаточно быстро до 5 арестовывают его за неподчинение то есть ну нужна была якобы причина для того что им еще раз посадить досчитал 5 очень быстро вот и следствие чего он где-то минут 20-30 ходил возле дома конкретно одного дома в гос а то за прав как он называет я забыл вот за профессию бандита а я кстати размутил больше меня перебивать мешать разборкам я тебе выпишу сразу до окончания их помеху почему нет но я на дальнейшем удерживаться если даже перебивать судя вот из всей ситуации там была куча свидетелей того что он там остановился тупо из-за личной неприязни ко мне это наблюдается уже не первый раз не первую жалобу он пытается подать жалобу по абы какой причине и затягивает разборки и тем самым он уже улетал из завода в заблуждении за помеху разборкам смысл проводить дальше жалобу как такового не имеется потому что это одна и та же жалоба ничем не отличающаяся от других вот я тебя предупредил да ты меня опять перебиваешь у тебя выходит помеха разборка вмешательства в работу я давал тебе предупреждение теперь у тебя идет бан три часа этот брокер ты тут только что одного единственного администратора адекватного нет на сервере бля вот теперь продолжим я тебе уже ситуацию объяснил у меня есть какие-то нарушения по этому поводу сейчас секунду я могу анимешника попросить тэпнуться спасибо что забанил этого люблю сука мне уже администраторы другие спасибо говорят за то что этого ублюдка нахуй выкинул у меня вопрос есть ты же видел то что легенда то за бандита то за госа пытается как то не знаю внимание к себе привлечь то и звуки издавая какие то в микрофон то я перечку пишу насчет это да но это уже не первый раз он он типа ищет да чтобы жалобу опять подать я его забанил потому что он в ходе разборок перебивал меня правильно сделал ну мы сейчас дальше выясняем я ситуацию просто ему описал всю уже пока этот меня дебил перебивал я у него спрашиваю есть ли какие то у меня нарушения если есть конечно то пусть банит но я думаю то что если чела на 20 минут выкинул из игры из-за того что он из-за личной неприязни другого моего знакомого берет арестовывает то это ну еще более менее адекватно чем то чем он занимается вот этот день это не первый случай когда он так делает он привлекает к себе внимание типа байтит на нарушение потом подает тучу жалоб по всякой хуйне и затягивает а где он я просто решил эту жалобу я решил это мытье дешевое сука не слушать потому что я знаю чем это заканчивается жалоба минут сорок пятьдесят длится но мне не очень то и ничего нового я оттуда не выношу для себя да хорошо ты вышки напишешь насчет всего что я рассказал ну хорошо я надеюсь на соответствующую реакцию спасибо ну чё гондон доигрался чё ты мне звонишь в попуск сиди молчи отдыхай